Эти цифры шокируют, но вселяют надежду на будущее. Такова реакция на опубликованные на этой неделе итоговые суммы необходимых средств для модернизации всей страны. Перед тем, как озвучить объем затрат, хотелось бы получить ответ на главные вопросы. Кто будет исполнителем? Кто заказчиком? И самое важное, откуда деньги? Инициатор модернизации России – государство. Ему и приходится сейчас объясняться. В основном с деловыми кругами страны. Судя по последней информации, именно такая организация, как «Деловая Россия», которая представляет интересы малого и среднего бизнеса, займется инновационными проектами в стране. Итак, сколько все это будет стоить? 800 миллиардов рублей – именно столько стоит «Новая Россия». Комиссия президента по модернизации утвердила список проектов, которые надо реализовать в ближайшие три года. Речь идет о 38 программах по пяти направлениям. Это компьютерные и ядерные технологии, космос, медицинская техника и энергоэффективность. Последняя, кстати, оказалась самой дорогой из всех заявленных проектов. На установку счетчиков, а именно это и подразумевает его реализация, может уйти почти половина всей запрашиваемой суммы – около 400 миллиардов рублей. Правда, по заверению администрации президента, львиная доля, то есть 368 миллиардов, поступит от внебюджетных источников. На втором месте по затратам новый свет – переход на энергосберегающие лампы. Здесь необходимо 125 миллиардов, и почти все они также придут со стороны. Третье место по затратам занимает проект из раздела информационных технологий. Главная его цель – полностью автоматизировать все социальные услуги. Правда, есть в сводном списке проектов и самоокупаемые, но таких, к сожалению, немного. Часть инноваций реализуют в специальных городах, им даже определение уже дано – инногорода, то есть инновационные. Один такой планируют построить под Москвой в Сколково, но пока не определены даже его границы, а вот цены на жилье, надо сказать, и так недешевые в этом районе, уже поползли вверх. Девелоперы признаются, все больше стало поступать звонков именно с вопросами о новом Наукограде. Стоимость квадратного метра в хоть и элитном, но все-таки многоквартирном доме достигает почти 400 тысяч рублей, то есть в три раза выше, чем в среднем по Москве. Частные дома с землей стоят и того дороже. Всего за 3 миллиона долларов можно купить небольшой дом с участком. К таким ценам, конечно же, обязывает инфраструктура. Здесь что не школа, то элитная, а если поселок, то под охраной. Почти один триллион рублей для российского бюджета. Это много или мало? Для сравнения, расходы бюджета 2010 заложены в размере почти 10 триллионов. Доходы не дотягивают и до 7. Так что триллион, хоть и разбитый на три года, сумма весьма внушительная. Но главный вопрос, хватит ли этих денег, чтобы модернизировать экономику страны. Сопоставимый уровень затрат на модернизацию инноваций был и в Японии с Южной Кореей в соответствующие периоды. К чему там привели денежные вливания в разработку новейших технологий, видно невооруженным глазом. На сегодняшний день страна восходящего солнца является безоговорочным мировым лидером почти во всех отраслях, связанных с технологиями. Корея также не отстает от соседа. Но получится ли это в российских реалиях, остается под большим вопросом. Смогут ли такие огромные деньги снять нашу страну с нефтяной иглы? Кто будет заниматься модернизацией российских технологий? И вообще, нужны ли сейчас в России инновационные технологии? Нам расскажет исполнительный директор фонда развития МГИМО Евгений Бирюков. Здравствуйте, Евгений Сергеевич. Здравствуйте. И вот скажите, пожалуйста, огромные деньги, 800 миллиардов рублей, которые планируются в три года потратить на модернизацию наших технологий, они действительно нам помогут? Надо начать с того, что деньги действительно большие, но нельзя сказать, что деньги огромные. Это, наверное, именно те средства, которые Россия должна тратить на науку, и это совершенно нормальная практика. На протяжении 90-х и 2000-х лет, в течение долгого времени, мы тратили очень большие средства на науку, меньше, чем 1% ВВП. Тогда, как в советское время, в некоторые годы мы тратили до 4% ВВП, и сейчас все развитые страны тратят 3% ВВП, некоторые больше, в Швеции 3,8%, и многие развивающиеся страны тратят 1,5-2%. То есть мы просто делаем то, что мы должны были давно делать, и таким образом мы будем стараться возвращать себе наши передовые позиции в мире науки и техники. Поэтому деньги не такие большие, деньги именно те, которые мы должны тратить на науку. Что касается того, насколько они нам помогут, данные средства действительно нужно тратить. Важно, насколько эффективным окажется применение данных средств, насколько получится инвестировать их в передовые технологии, и насколько получится разработать те технологии, благодаря которым Россия может находиться на передовых местах в мире. А как это контролировать? Получил, вот есть результат или нет? Чего это зависит? Как мы это увидим? Увидим мы это по ситуации на рынке. Разумеется, контролировать будет и государство, и бизнес. Ведь из упомянутых вами 800 миллиардов рублей примерно 2 трети приходится не на средства госбюджета, а на средства различных фондов, грантов и на средства бизнеса. То есть бизнес, который вкладывает средства, не будет это делать только для того, чтобы вложить средства в бизнес. Он сам будет оценивать, насколько это эффективно, и проекты в рамках Наукограда будут отбираться, будут проходить экспертную оценку. А кто будет пользоваться уже разработанными проектами, продуктом этих проектов? Государство или частный капитал, инвестор, который вкладывал свои деньги? Пожалуй, это один из важнейших вопросов, именно связь между научными разработками и их прикладным применением. В России огромный внутренний рынок, но в настоящее время 50% внутреннего рынка приходится на импортную продукцию. Поэтому как раз важно, чтобы... важно не только развивать технологии, развивать передовые технологии, но и важно, чтобы они были востребованы в нашей промышленности. Важен маркетинг, важна востребованность данных технологий в бизнесе. То есть смычка между передовыми технологиями и их практическим производством, их доведением до производства, это самое важное. Важно, чтобы мы не просто производили технологии, те же самые нанотехнологии, биотехнологии, и потом продавали патенты, лицензии, продавали свои разработки. Важно, чтобы мы могли использовать данные технологии на практике и продавать уже готовую продукцию, основанную на данных технологиях. Не получится ли так, что мы разработаем какие-то технологии, совершенно гениальные, действительно самые передовые во всем мире? Но они, например, придутся к нам ко двору, как к первобытному человеку компьютеру, который просто не знает, что с ним делать. Вопрос комплексный. И когда мы говорим о развитии науки, о создании технограда в Сколково, это шаг в абсолютно правильном направлении, он необходим. Но нужно смотреть на вещи шире, и, конечно, кроме создания научного города в Сколково, должно быть комплексное развитие экономики. Должны создаваться фонды длинных денег, чтобы промышленность смогла более эффективно получать более дешевые кредиты на более долгий срок, была более уверена в своем будущем. Должен повышаться образовательный уровень, должна, прежде всего, повышаться энергоэффективность. По потреблению газа внутри России мы потребляем столько же, сколько Франция, Великобритания, Германия, Бразилия, Япония, Нидерланды, Индия вместе взятые, тогда как их ВВП в 12 раз выше российского. Поэтому на проблему нужно смотреть комплексно, демографическая проблема, от которой зависит экономика, тоже должна решаться. Вот здесь интересный вопрос получается, а как новейшие технологии будут нашу демографическую проблему решать? Конечно, новейшие технологии не способны решать демографическую проблему, но я потому и говорю, что нужно смотреть на ситуацию комплексно, что кроме самого создания научного центра мы должны одновременно... Создать туда работников, да? Работники там будут. Договорится, что в этом городе будет жить 25-30 тысяч человек, и им будут созданы прекрасные условия для жизни в плане инфраструктуры, в плане школ, в плане магазинов, в плане удобства квартир. Но демографическая проблема, конечно, это совершенно отдельная проблема, но решать ее нужно. Вот эти 800 миллиардов рублей, о которых мы уже сегодня не раз говорили, да, они помогут нам выйти за три года на уровень хорошо развитый в технологическом плане страны? Или это, ну, только начальная стадия такая? Конечно, это только начальная стадия, и как я считаю, это те средства, которые должны вкладываться... Если мы говорим о 800 миллиардов рублей, должны вкладываться каждую трехлетку в нашу науку, в передовые технологии. Если я правильно понимаю, то вот эти деньги, они помогут нам начать развиваться, как развивающаяся страна, такой каламбур, извините, да? Как нормальная, развитая страна, как страна, которая ценит своих ученых и которая хочет того, чтобы ее научный экспорт находился на первых местах в мире. Спасибо большое, Евгений Сергеевич. Простите меня, пожалуйста, мы немножко ограничены по времени, и поэтому мы вынуждены закругляться. На студии был исполнительный директор фонда развития МГИМО Евгений Сергеевич Бирюков.